Здравствуйте! Самые лучшие люди на земле. Притча. Старик. Один старый мужчина переехал жить к своему сыну, невестке и четырехлетнему внуку. Его руки дрожали, глаза плохо видели, походка была ковыляющей. Семья ела вместе за одним столом, но старые трусящиеся дедушкины руки и слабое зрение затрудняли этот процесс. Гороши насыпались с ложки на пол, когда он зажимал в руках стакан, молоко проливалось на скатерть. Сын и невестка стали все больше раздражаться из-за этого. «Мы должны что-то предпринять», — сказал сын. «Семья достаточно того, как он шумно ест, пролитого им молока и рассыпанной пищей на полу». Муж и жена решили поставить отдельный маленький столик в углу комнаты. Там дедушка стал есть в одиночестве. В то время, как остальные члены семьи наслаждались обедом. После того, как дедушка дважды разбивал тарелки, ему стали подавать еду в деревянной миске. Когда кто-то из семьи мельком взглядывал на дедушку, иногда у него были слезы на глазах, потому что он был совсем один. С тех пор единственными словами, которые он слышал в свой адрес, были колькие замечания, когда он ронял вилку или рассыпал пищу. Четырехлетний мальчик наблюдал за всем молча. Однажды вечером перед ужином отец заметил его играющим с деревянной щепкой на полу. Он ласково спросил малыша, «Чем ты занимаешься?» Так же доверчиво мальчик ответил, «Я делаю маленькую миску для тебя и для мамы, из которой вы будете кушать, когда я вырасту». Мальчик улыбнулся и продолжал работать. Но эти слова так ошеломили родителей, что они потеряли до речи. Потом слезы затрусились, заструились на их лицах. И хотя ни одного слова не было произнесено, оба знали, что надо сделать. В тот вечер муж подошел к дедушке, взял за руку и нежно проводил его обратно к семейному столу. Все оставшиеся дни он ел вместе с семьей, и почему-то ни муж, ни жена больше не беспокоились, когда падала вилка, разливалось молоко или пачкалась скатерть. Дорогие мои, любите своих родителей, уважайте их, обожайте их. Спасибо вам за внимание.